Здравствуйте, дамы и господа, у микрофона, как обычно, я Стриж. Как вы знаете, Тринити РП это проект, который может гордиться своей стабильностью, но стабильность всегда в определенные моменты может начать шататься и вообще рухнуть. В основном, лицо любого ролеплей проекта это полиция, которая показывает уровень РП игры на проекте. Именно ролеплей проекта, это значит, что эти слова никак не касаются Аризоны РПГ и подобных ему серверов. За все время существования Тринити РП он успел зарекомендовать себя как медиум РП проект среди всего сам сообщества. Но и фармил здесь тоже достаточно. Как вы понимаете, без фармил ни один проект просто, ну, не проживет. Даже на том же проекте Гамбит РП с ЮЦП регистрации имеются свои фармилы, которые реально там играют тоже ради вертов. Их там не особо много, но они тоже есть. Так что фармилы, они есть везде и без них просто, ну, никуда. Ну и к чему я все это веду? К тому, что у каждого ролеплей проекта имеется свое лицо этого же проекта. В основном это фракции полиции, которая должна показывать высокий уровень РП игры для новых игроков, которые приходят поиграть на этом проекте. Почему именно полиция, а не ФБР, армия или вообще банды? Ну, потому что полиция это самая основная фракция вообще на любом ролеплей проекте. Во-первых, она чаще всего взаимодействует с любыми игроками, будь то банды или обычные цивилы. Во-вторых, туда набирают только профессионалов, которые знают, как играть полицейского и знают, как правильно играть ролеплей. А это значит, что вряд ли в эту фракцию попадет какой-нибудь Вася Пупкин из 9 класса, который играет слэшми достал телефон, слэшду телефон в руке. Вот я играю в полиции на Тринити довольно долгое время и в немало что меняется за все эти года. Как раз таки об этом я в этом видео и хочу поговорить. Напомню, что я играю на Тринити РП на втором сервере, все подробности есть в описании под этим роликом. Там же имеется мой промокод хэштэкстрич, за который ты получишь приятные бонусы. Ну и погнали смотреть данный ролик. Ну что, как я и сказал, я играю в полиции довольно долго, в особенности на Тринити РП. На Тринити я играю с 19-го года и за это время мало чего поменялось в этой фракции. На самом деле с 19-го года осталось все одно и то же и мало чего добавили. Добавили только возможность играть за детектива, да и то это сомнительно. Потому что играя за детектива ты бегаешь с клистом и его отключить ну просто никак нельзя. А про новые машины так, я вообще молчу. У нас из онмаркетов полиции это только премьер и султан. То есть любой какой-нибудь бандит может сразу распознать, что это скорее всего стоит детектив на черном премьере, либо сером, неважно. Потому что машина премьер и султан ассоциируются с полицией, потому что их чаще всего используют на Тринити. В реальной жизни используют разные машины, будь то минивены, фургоны, всякие различные лоурайдерские машины для слежки за бандой. Чтобы не выдавать себя то, что ты детектив. А все эти премьеры и султаны очень сильно тебя выдают. Ну и далеко не отходя от машин, для патрульных тоже очень мало каких-либо разнообразий. На Тринити все привыкли видеть машины, если это ЛС, то ЛСПД, если СФ, то СФПД, а если ЛВ, то ЛВПД. Но почему бы не сделать в полиции эти машины просто общими? Что это может сделать хуже? Да в принципе ничего, наоборот только разнообразит игру в полиции. Потому что все в основном используют заменки на эти машины, у кого-то стоит там Форд, Доджи и так далее. И каждому хочется разнообразия покататься на разных машинах в патруле. Но к сожалению нам этого не дают. А почему, да никто не знает. На самом деле уже пора отходить от этих старомодных привычек по типу распределения машин по городам, потому что это уже не пользуется популярностью какой-либо. Да и наоборот это будет только атмосфернее, когда в патруле будут находиться разные машины. Ведь повторюсь, у каждого стоят свои заменки. У кого-то там на ЛСПД новенький Додж, у на СФПД там старенький Форд. А на ЛВПД у кого-то стоит возможно какой-нибудь Таурус. Это же реально классно, когда в патруле находятся разные машины. А не однотипную ЛСПД и один Ранчер. Это же вообще такое себе. Ну и также не хватает систем для полиции. Того же расширенного бортового компьютера, где будет информация о людях. Где сразу будет список их машин, их имущества и так далее. А не чтобы все это искать по отдельности. Но стоит отметить, что на Тринити где-то 2 или 3 года назад добавили систему штрафов. Но от этой системы штрафов на самом деле толку нет. Потому что она скудная и ей почти никто не пользуется. Мне кажется про нее даже почти все забыли. И если я не ошибаюсь, даже эта история штрафов никак не отображается в системе бортового компьютера, которая сейчас имеется на Тринити. Так что пока не расширят систему бортового компьютера, от этой системы штрафов толку ноль. Могли бы хотя бы в бортовой компьютер добавить историю нарушений, которая сохранялась бы на очень долгое время за этим игроком. И также можно было бы выписывать предупреждение за нарушение дорожного кодекса. Это как минимум разнообразило бы игру для полицейских. Но мы к сожалению наверное будем ждать это очень-очень долго, если конечно такое вообще в планах имеется. Да и то навряд ли. Ну а вы пишите в комментариях, что вы думаете об этом. Я буду заканчивать на этом ролик, так что спасибо всем, кто досмотрел его до конца. Обязательно поставьте лайки, подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. У микрофона был я Стриж, это был проект Тринити РП и всем пока-пока.